Привет всем! Вы на канале ФИТО и с вами Таня. Сегодня расскажу, как применяют ряску при витилиго. Растение обладает антибактериальным, антимикотическим, антипротозойным, жаропонижающим, противовоспалительным, общеукрепляющим, антигельминтным, желчегонным, обезболивающим действием. Поддается лечению ряской витилиго, болезнь, характерным признаком которой является нарушение пигментации кожи, проще говоря, белые пятна, появляющиеся чаще всего на кистях рук, локтях и коленях. Ряска также применяется при болезнях кожи и подкожно-жировой клетчатке, таких как карбункулы, фурункулы, ликодремии, болезнях глаз, болезнях иммунной, пищеварительной, эндокринной и репродуктивной системы, гиповитаминозах, энурезе, храпе, гнилостном привкусе во рту, проявляющимся по утрам, болезнях ушей и носоглотки, переносеносопатии, хринческом рините, фарингите, полипах и атрофических процессах в носу, инфекциях и глистных инвазиях. Настойка. Из расчета 1 чайная ложка травы на 50 граммов водки, настаивать 1-2 недели в темном теплом месте, процедить, принимать по 15-20 капель на 4 стакана воды 3 раза в день. При витилиго пьют курсом настойку ряски, прикладывают компресс из растения на пораженные участки. Противопоказания это вегетососудистая дистония, нервные болезни, беременность, лактация, индивидуальная непереносимость. Рязку вы можете найти в нашем магазине Fitayway. А с вами была Таня, надеюсь мой ролик был вам полезен. Всем пока!